вот друзья приехали мы на выставку со всех сторон полиция какие-то выхлопы то ли автоматные очереди то ли даже не поймешь что но похоже на автоматные очереди вот это вот вот она написана спектрум red dot майами окей ну что ж и тут твоя и твои картины хорошо так большой такой выставочный центр сколько нужно времени чтоб так более-менее обойти да вот тут такой вопрос ценники там есть на произведениях или надо подходить каждый раз по чем так примерно средняя цена там 5 6 7 тысяч 12 15 тысяч а если вот я живу в калифорнии а понравилась картина что делать ночью покупаешь тебя упаковывают и пришлют все в целости могут ты за пересылку платишь то есть так как бы обнадеживает абсолютно это район какой то вот мы ехали по каким-то таким местам прямо как get какой-то тут было гетто и обычно так и делают арт всегда находит какое-нибудь заблудшее место покупают по дешевке зелью потом там устраивает такой тусняк что потом все вокруг начинает дрожать в этом есть смысл потому что если снимать очень дорогое место то они тогда били тогда дорого да ну что же так а тут есть какие-нибудь билеты или заходи кто хочет а если пришел человек просто вот кто-то нас посмотрел будет завтра прийти у тебя есть билетик скажи мне тут есть касса например да тут заплатят и все реддот майами да мы попали туда где много искусства и алена нам будет сейчас комментировать это современное искусство это то что сейчас модно то что сейчас покупают женщина стоит скульптура она я даже не знаю как она держится на этом но а в чем востребовала 7 тысяч 68000 не слабо ну ты вам у . у . от медведя можно подарить у . он любит медведев медведев ваши телесрители поймут хорошо а это девушка в купальнике с таким вот пеликанчиком почем вещь 68 с половиной а что автомобиль тоже на продаже я не понял наверно это реклама автомобиль аустин мартин аустин мартин а не рекламирует себя тут потому что здесь покупатели для а вы написаны пикассо и рэнсенс так а это что такое красивое понятно это какой-то небоскреб так ален иди сюда что это мы такое смотрим тут вот этот самый рэнсенс это галерейщик что его галерея так а пикассо где но это современное значи искусства вот это написано сверху пикассо делает подделку я понял это видно просто уже известный подел он проникся или за известный так слоны а вот там дальше продолжается его а вот написано рэнсон арт-галери видишь это у него галерея а в той галереи много всякого в стиле пикассо а пикассо в его стиле может быть в отместку тоже что-то сделает да друзья о посмотри какая вещь это много работы чё ты но этого знаешь где надо какую-нибудь большую красивую квартиру почем вещь 12000 это будет это какой-то такой знаешь пентхаус вот там наверху так на сам место много где все белое белое место место много так идем дальше и так она на таком типа кирпича да смотри у них тут перегородки а вот паре как да вроде бы и в одном цвете так а это на металле быстрее всего ты думаешь но я мне не хочется руками трогать я как-то не неприлично ладно а вот тоже навеяда видно чем-то да смотри петра как друзья вот автору навеяло и вам наверное навевает почемте же даже темы нету сезон шоу здесь прикольно а где твои сейчас пойдем я хотела вам показать мне нравится ну ладно пойдем к нам что-то владимир бабунец прям как мадонна постоянная это как-то она из азии из азии откуда-то судя вот здесь пока и скорее может быть там какие-то иероглифы так что просто художником с китаем престижно здесь выставиться они здесь выставляются потом у них цены дорожают а вон явно там лица азиатские да а вот мы как интересно вот с намеком тут да да это видно это ваша галерея я могу где-то оставить рюкзак дабы давай я буду носить а где ваш то вот галерея персис да это вот вы а вот мне понравилась женщина алена говорит что это неправильная женщина что у нее неправильно вот менять вот например в живописи ты должен играть свет вот например здесь одинаково нарисованы оба глаза одинаковый цвет а отбреза в жизни не будет потому что с одной стороны у нее зеленое окно с другой у нее темно поэтому какие-то должны на груди допустим лиф у нее у нее одинаковая краска используется живо это не живопись если вы взяли картину манэ который это вдохновлено да она не такое потому что у него играет свет как драгоценный камень будет с одной стороны лифа одни оттенки с другой другой а тут просто взяли красочку и покрасили то есть это просто художник очень слабый а поджимая почему вещь нету цены так да бесценно хорошо и поэтому я и а это чё такое обстрактная работа интерьерная она лучше чем вот это конечно барышня но я бы тоже сюда еще цвет слушай а вот вот это вот где просто подтеки такие это нормально когда подтеками вот на сейчас патюр так и микрофон это модно подтеки вообще-то довольно хорошая интерьерная вещь опять-таки я просто смотрю мне не хватает жизни здесь я бы добавила тут искорки какие-то цвета немножечко чтобы магия волшебство какое-то было то есть это отличает хорошего художника от просто художник ага вот смотри если у тебя там цветы просматриваются то здесь на самом деле просматривается чудище такое которое что-то хочет ударить это то что как правило наверное в душе ну да а мы были так а вот это чё так все друзья об этом поговорить не будет китайский художник хороший на пойдем посмотрим на китайский пойдем посмотрим на вот лица вот те такие сейчас китайские художники очень поднимаются их покупают же китайцы у них деньги появились и они на выставку приезжают потому что это им статус очень повышен ну вот это я например даже не знаю как цветовые пятна да но это как бы не наши пятна поэтому мы идем дальше по о какие это и смотри ты посмотри какой хороший мальчик очень модный мальчик я думаю что это это сильная работа очень модный вот здесь вот вот в общем мальчик 5800 до 5800 долларов а вот там с того же художника вот тут они такие же два мальчика ценника здесь тоже не видать у нее ценник так от 800 это уже это уже подороже да так а вот тут вообще не китайская какое-то смысле лица такие хотя ну но прикольная правда вполне да вот вот there's a price range да хочется рукой потрогать там технар техника техника такая что он там кружочками 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 краска слоем за слоем нарисовал 10 тысяч стоит работать а вот такие произведения искусства они сейчас очень модно и то есть они уже не развалилась 15 тысяч но не должны качественно сделано то есть они такие вот но это модное искусство что называется вопрос искусство ли это я не могу ответить на декоративную для меня это дизайнерское искусство так скажем за низкие объекты но безусловно это не просто так не сделаешь это но я как бы не знаю слушай вон там интересно пойдем посмотрим водолазы нет за водолазами посмотри но это в стиле моргала это все а вот это да мне вот это совсем но мы не обычненько и такое я не знаю я мне неудобно руками трогать это денег да это день знаки друзья это день знаки разных стран и народов наверное это тоже девушки ну ваше любить красный флаг любить а вот водолаз это девочка внутри страшно смотреть ну а что там внутри там что то есть это зеркало смотри это ты внутри да а вот скульптура которая мне нравится так пошли вот этот дядечка который соединяет вот эти здорово стягивает мускулистый такой дяденька но это просто как человек который соединить пытается соединить может на грани развода 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 пытается свою семью соединять жизнь может быть а вон тот наверху вот наверху тоже что-то пытается и так завис завис слушай посмотри какая вещь вот мама да и вот еще дяденька тоже так он почти как гагарин друзья так ален иди сюда прокомментируй а то я могу опозлить до америке он очень популярен а посмотри посмотри на энштейна да это поп-арт называется это то что ну как вот энди орхо вот она мэрилин моно но дело в том что это интересно было у энди морг орхо а сейчас это целое направление и честно говоря я его не очень понимаю и не очень ценю ты посмотри на мартышку это follow your dreams посмотри это какой-то области слушай и он что делает он граффити делал на ящике суток волы и его за прикольно это очень прикольно как не повесила друзья вот видите как 43 года я женат и 43 года мы не понимаем артистических привязанностей друг сша но вот это мне очень нравится очень нравится алена что это расскажи что это за кошмар такое расскажу но это портрет в обстрактном стиле да очень страшно а вот на выше его я бы тоже не повесила света но зачем зачем вешать дома друзья не все что ты видишь где-то надо вешать дома даже дома ребят да у некоторых домов людей несколько домов они одно вешают а в другом дом тут кстати известных художников принты посмотрите наш любимый марк шагал подлинные принты марка шагала с его личной формы вот друзья коврик пожалуйста хорошо а вот пожалуйста кист собачка датная какая голубой щенок алена вот эти березки похоже на наши российские и или это что-то инородная кадр канадская может быть и это канадская во первых мне кажется по стилю во вторых мне я просто не очень березки нет я березки люблю на их люблю по-другому написанное то есть просто мне честно говоря я вот объясню вам а мы слишком одинаково на ковром просто вот это вот все оранжевые структура тут же не только света тут еще и структура вот именно как ковер она не живой но она может быть я знаю какое оно могло бы быть если туда художник с который живописный талантом до добавился прогнул стоило бы дороже но это как бы ну чё взял одну и ту же краску отсюда досюда лиловую довел но я считаю что это просто живописец так не делай оно должно играть оно должно как как в жизни свет же ты никогда вот не бывает все окрашено в один цвет обои даже когда на них солнце попадает они у тебя раз согласен это когда в дизайн ты можешь покрасить чем это наляпано сверху это не краска добавляет краску специальную наполнитель текстуру это все делается не понял понял друзья вот скульптура так а камень где собственно вот и не камушки и полирует внизу вот эти белые это керамические штучки но хорошо сделано необычно по крайней необычно там еще их много ребят там много-много африканских девочек you make it yourself brilliant вардулы вот сам художник здесь сидит давайте посмотрим он сказал что он живет сейчас бога я а сам из нью-йорка очень и очень как сказать нетривиально молодец правда здорово друзья пойти как нетривиально всего 4000 и это главное смотри тоже люди человеческие фигурки да так молодец друзья патриотическая вещица вы видите американский флаг и вот там повыше тоже видели ли вы такого пабло пикассо раньше он же к 10 это наши 10 с брайтон бич понимаете а что-то он там красит вот и сердечко тебе за сердечко вот пацаны его запечатлели вот он тут вместе с нами теперь никто не знал что пабло пикассо одессит теперь все да как вам друзья бабочка ален скажи про бабочку что ты думаешь ужасная бабочка правда кичуха за невозможность ну кичуха пользуется спросом это кичуха часто пользуется спросом а чё делать то неужели не у всех жили вот если бы ты была новым русским ты бы взяла такую ни за что на свете нет ну то есть если бы у меня были деньги такие огромные я бы ни за что на свете я даже не взяла ее даром аааа и тебе друзья художники то как они смотрят вот они какие что есть в этих работах во первых это очень большие портреты на самом деле очень трудно такой огромный портрет вручную написать и здесь чувствуется невероятное владение тушью на самом деле это китайские художники они это умеют при этом ему удалось создать них не китайские физиономии что для китайцев очень трудно хотя вон там есть китайская это разные люди и в принципе вот эта находка так что половина лица то есть это красивое такое пятно интерьерное я думаю что это один и тот же человек нарисованный фаск нет это разные люди это известные личности но дело в том что в принципе это красивое пятно это хорошо написано нарисовано то есть это хорошее рисовальще тут довольно большая экспозиция мы так ходим и алена нам комментирует вообще интересно когда ален а вот посмотри вот на эту картинку это коллажи это коллаж это вырезанные из журнала в картинке наклеенной на доску это прям видно я знаю это видно это из журнала это модно они вон стоят дороже моих картин да это коллажи но тоже так просто не сделаешь ну вкусно уже но вообще сделаешь фигня в общем понял а вот это что фотографии это не фотография это делают как нарисована это нарисовано с фотографией берется фотография перерисоваться ну хорошо сделаем очень мило Ножки смотрите Неплохо Ножки друзья наверху да а это какое то странненькое темное очень страшное а это мне нравится чего а что тут а что это Ну это вот такое вот абстрактное Это немножко страшно, а вот это еще куда не шло. Хотя тоже не поймешь, что... Ну, неважно, это как вот пятно-то. Да. Вот смотрите, друзья, целая стена тут, 16 таких квадратиков. Здесь один, но мощный. Чувствительность высокого. Мне вот это нравится, работа. Да. Это очень хорошая работа. Расскажи. На самом деле, вот хорошую абстрактную работу достаточно трудно сделать. Мы проходим всю выставку, а их мало, хороших абстрактных работ. Вот здесь ты чувствуешь, оно настолько... Ну, как одновременно динамично ты чувствуешь движение, а с другой стороны, оно уравновешено. Вот этот всплеск кобальта там с малиного... Я просто сама занимаюсь абстракцией. Я вам хочу сказать, это все очень непросто достигается. То есть ты не можешь это контролировать. И она красивая одновременно. С другой стороны, я чувствую в ней какое-то движение. И вообще... Там энергия есть, конечно. Да. И она, кроме того, очень красиво в интерьер впишется. Такое пятно шикарное. То есть очень интересная работа. Алена говорит, что вот она бы такое купила. А по чем вещь вообще? Ну, тысяч по 10, я думаю. Это какой-то кусок металла? Это металл, который каким-то образом обработан, дописан. Все, они очень красивые. Они шикарно в интерьере будут смотреться. И они такие вот, ну смотри, все три вместе. Это такой триптих. Ты прямо историю чувствуешь. Треск света. Там какое-то состояние такое... Так, двигаемся вдоль. Да, там состояние какого-то такого выхода. А здесь как туман. Я бы сказала, вот это вечер, это утро, а это день. Мне они нравятся. Просто удивительно, как это на металле создавать. Ну, в том-то и дело, что это, понимаешь... Это еще технологии какие-то. Да, просто так не сделаешь. Это многоумение и вкус, и чувство внутреннее. Понимаете, абстрактная живопись – это то, что-то внутри тебя. То, что ты пытаешься выразить и перенести изнутри наружу. Если у тебя внутри свет, то выносишь свет. Если у тебя внутри тьма, то вылезет тьма. Если тебе плохо, то будет плохо всем вокруг, кто с твоей картиной. Давай посмотрим, например, на вот эти цветастые гитарки или скрипочки. Ну, это объекты. Это на самом деле просто классно в интерьере. Нет, это вообще с пластиковые фигуры. Скульптуры стоят бешеных денег и очень модные. Сколько стоят? Я не знаю. Я не вижу без очков. Так, и там еще на стене они такие. Так. Скрипочка. Посмотрите, какая интересная. Скульптуры стоят. 1800 груша? Да. Почем груша нынче? Висит груша, нельзя скушать. За такие деньги, друзья, немногие могут скушать грушу. Можно же не одного диспоба дарить. 1800, да. А это именно пластик? Пластик, конечно. Это сейчас эти принты. А как тебе скрипочка? Как она изогнулась? Как она? Ну, я не знаю. А вот проданная скрипочка, видите? Какая скрипочка? Она стоит 5000, ее уже купили. А как известно, что купили? А вот видите, Red Dot. Красная тоже. Да, значит, купили. А вон те, вот, Виктори какие-то на стенке, смотри. Да, хорошо. Так, ну это даже не знаю, что. Загогулино. Загогулино. Мальчики, это для офиса хорошо, да? Да, ну, хорошо. Ну, она увидит, что такое позитивное. Вот я для офиса, не для дома, да. Очень многие спорты, это очень хорошо. Вот это мне нравится. Так. Вот, друзья, пожалуйста, позитивненько. Очень позитивненько. Вот, друзья. Вот та, что слева внизу, похожа на Татьяну Богданову, которая у нас на канале рассказывает про получение виз. Прямо очень похожа. Так, друзья, это что-то такое. Такой абстрактный апокалипсис наверху. Здесь что-то под ребенка такое, типа детская такая картиночка. А тут что-то такое, даже я не знаю, чем-то напоминает египетскую какую-то наскальную живопись. Да, ребята, красиво. Это что-то... так. Субтитры сделал DimaTorzok Пошли смотреть, что это Увидеть, увидеть, что это Куда мы попали? Это по партовски в основном В основном это принты Вот это настоящий Орхел Например, наверху То есть это настоящие вещи Понимаете, ценность их состоит в том Что когда-то какой-то сумасшедший парень В Нью-Йорке первый это сделал Оно почему-то понравилось публике Все это захотели Это мода И сейчас его принты продаются За десятки тысяч долларов За сотни тысяч долларов Но это вот такое интересное явление На самом деле его Принты, его вещи, они как бы выражали Эпоху потребления А тут у него философия Слушай, а там прям Как импрессионисты, да, смотри Наверху А импрессионист, я думаю, что это Давай посмотрим, я не вижу Я тоже не вижу Значит, мы видим, друзья Литография Шагала Подпись Шагала подлинная, да? Да, это при его жизни напечатано Он подписал И стоит, я думаю, в районе 10 тысяч 12-15 тысяч долларов Ага Вот это литография Это его работа, но он просто сделал А вот такая вещица, вот как пистолет, смотри А это тоже пупарковская вещь Но какая-то ценность есть, может? Я, в зависимости, кто его сделал Я не очень хорошо знаю пупарт Поэтому я не в курсе художника А вот девушка наверху, смотри Там, то есть, быстрее всего Тренировочные штанаты Быстрее всего Это тоже какой-то известный Американский художник, литография Это может 10-15 тысяч долларов стоить Если это известного американского художника Я не очень хорошо знаю этот пупарк То есть, это может быть приличная галерея? Меня сложно об этом спрашивать Понял, понял А это просто принты у них стоят, видите? Принты А, тут они с двух сторон, слушайте Ну, я понял Они с двух сторон такие принты Хорошо Ладно Нас зовут? Это дорогая галерея С дорогими Пупартовскими Оригинальными принтами Это, конечно, не Миллионные вещи Да То есть, оригиналы этого всего Стоят миллионы, миллионы долларов Но это Red Dot Это не та галерея На AirBuzzle продаются за миллионы Да А здесь Может, там 10-15-20-100 тысяч максимум На выходе из галереи Тут стоят такие машинки Они торгуют борта всякой едой Опасно потравиться Тут же столики Внутри Нет, нет, нет Внутри Там шампанское наливают Ну, тоже не бесплатно Что нет Не опасно потравиться Но просто это вредная еда Но почему? Она вполне такая Я имел в виду именно это Что еда вредная Я не имел в виду, что люди Реально могут потравиться Нет, конечно Я имел в виду в хорошем смысле Хорошем